Всех приветствую на канале, я с вами Аркадий, и сегодня я продолжаю играть в игру под названием Everlasting Summer или же Бесконечное Лето. Что ж, мы с вами сейчас ушли на поиски Шурика, которого... Который это я пытаюсь? А почему... А почему? Барри, ща-ща-ща, мысли соберусь. Короче, Электроник нашел ботинок на пути в заброшенный лагерь, но никто туда не хочет идти. Поэтому нас выбрали в качестве добровольца, в кавычках, и дали выбор с кем пойти. Даже выбор пойти одному. Но мы пошли со славей. Все-таки в компании всегда интереснее. Ну и в компании со славей, которая вряд ли чего-то боится, и такая выглядит смелой, да и красивой тоже. Вряд ли что-то случится с ней. А то с нами может что-то случиться, но точно не с ней. В одно мгновение она совсем скрылась за тучей, и все поглазилось практически в коммерческий мрак. Я сильно зажмурился, и когда вновь открыл глаза, Луна вновь оказалась на своем месте, и окрасила мир в ярко-белые цвета ночного саванна. Все-таки не люблю я темноту. Наконец-то вдалеке показался просвет, и через минуту мы вышли на поляну. Ооо. На ней стояло здание старого лагеря. Ветхое, размытое, размытое дождями, изъеденное ржавчиной, да и жуками-караедами. Своими разбитыми окнами, словно щербатым ртом, она улыбалась нам. И в улыбке этой читался немой укор живым от мертвых. Сейчас, подождите. Своими разбитыми окнами, словно щербатым ртом. А можете ей показать, где разбитые окна, или у них полностью отсутствуют стекла? Да, кажется, нет. Ладно. Всю поляну окутал колобический туман, в котором то и дело виделись поведения, вурдалаки, зомби, черти и другая дьявольская личность. Этой картины уже было вполне достаточно, чтобы вызвать сердечный приступ или, в крайнем случае, паническую атаку у любого. И я бы дверка не выдержал, если бы Славя не взяла меня за руку. Что бы не так страшно? Улыбнулась она. Я не смог ничего сказать, лишь покрепче сжал ее руку. И какого черта меня сюда вообще принесло? Искать Шурика ночью в лесу? Здесь! Ну и как я мог на такое согласиться вообще? Ведь ни один нормальный человек бы... Но ведь и мир вокруг нормальным не назовешь, как ни пытайся. Я постарался убедить себя, что ищу здесь ответы, и хуже, наверное, уже не будет. Хотя, на самом деле, за последние четыре дня в этом пионер-лагере со мной не случилось ровным счетом ничего плохого. И более того, не было особых оснований полагать, что случится в дальнейшем. Может быть, человек так устроен, что не может без приключений? Пойдем. Ну да, наверное. Однако мы не сдвинулись с места. Славя, очевидно, ждала, что первый шаг сделаю я. Но меня хватало лишь на то, чтобы просто стоять, а не пуститься на утек. А, это типа так луна осветила. Я думаю, все, уже рассвет пошел. Утром. Луна выглянула из-за туч, осветив здание старого лагеря. Теперь оно меньше напоминало склеп. Но при этом все... А, но при этом все те мертвые картины в моем воображении ужили. На провидение словно навели резкость. Чертче стал вой ветра, шеи с травы под ногами. А где-то вдалеке слышали звуки, восхождение которых понять я не могу. Наверное, тут раньше здорово было. Я внимательно посмотрел на Славе. Если даже она и боялась, то старалась этого не показывать. Мне сразу же стало намного легче и спокойнее. Немного, намного. Намного. Со Славей лучше всегда нужно увеличивать кратно. В квадрат возводить. Наверное. Пойдем? Да. Я шел медленно, выверяя каждый шажок, стараясь не зайти в старую ограду, покосившуюся карусель или ржавую горку. Трава в некоторых местах доходила до пояса, так что любое неверное движение могло привести к сломанным ногам или рукам. Наконец, мы добрались до выхода. И я посветил фонарем вон внутрь. Тима, смотревшая на меня оттуда, была куда страшнее, чем за могильный вид снаружи. Там хотя бы ярко светила луна. Ну, такая атмосфера чего уж то. Я добрался смелости и шагнул через порог. О, типичная заброшка. Только батареи на месте. Внутри старый лагерь проходил на детский сад, в котором я ходил в детстве. Примерно та же планировка и убранство, даже мебель, хоть и поузгнившая, казалась той же. Да уж. Я поежился, выхватывая фонарем из теноты все новые останки былой детской радости. Жутковато. Опа, 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 опа. Славя, Славя. Я тебя взял, потому что ты смелая. Ты прям светишься, как солнце, понимаешь? Славя. Славяна. Славянушка. Славься. Хы. Славя уже давно не просто держала меня за руку, а обхватила ее, плотно прижавшись ко мне, ко мне всем телом. Однако в ее голосе не чувствовалось особого испуга. Может, не стоило сюда ночью идти? Наверное. Вернемся? Нет. Ну как же, а Шурик? Сказала она, искренне удивившись. Да уж, Шурик. И чего он вообще сюда полез? Может, его вообще тут нет? А где он еще может быть? Ну, не знаю, может, волки его съели. Не говори так. Славя нахмурилась и отошла от меня на шаг. Я уже настолько привык к ее близости, что несколько расстроился. Ну ладно, ладно, волков тут, допустим, не водится. Хотя откуда мне знать. Ну раз уж пришли, давай искать. Мы обыскали все помещения старого лагеря, игровые комнаты, спа, столовые кухни, туалеты. Я даже загляну в кладовку, доверху забитую какими-то пустыми и слепшими коробками. Смотри. Когда мы вернулись на то место, с которого начинали, Славя подобрал что-то с поводом, потянуло мне. Это была старая кукла, выцветшая от сырости, без одной руки и глаза, с торчащими повсюду нитками. Ну и... Жалко. Что жалко, куклу? Да. А что ее жалеть-то? Когда-то... Кто-то когда-то с ней играл, а потом вот так бросил, забыл. Я настолько здесь одна. И в дождь, и в холод. Я никак не мог понять, серьезно Славя или нет. Ведь сейчас не самое подходящее время, чтобы думать о таком. Но с другой стороны, а чего сейчас время-то? Славя оказалась действительно расстроенной. Ну да, наверное. Я взял куклу и повертел ее в руках. Помните, в детстве я также нашел плюшевого льва в луже. Принес домой, отмыл. И потом относился к нему не хуже, чем к остальным игрушкам. Хотя по виду ему давно пора была ампизию. В лянке подаешь. Хе-хе-хе-хе-хе. Славя рассмеялась. Внезапно из прохода подул ветер, набивая какую-то неведомую ораторию. Фонарь макнул, и я инстинктивно отпрыгнул к стене. Зацепился ногой за что-то и с грохотом полетел на пол. Ше-хе-хе-хе. Ко мне подскочила Славя и помогла подняться. Ну да, вроде. Зацепился я за крышку люка. Грязь вокруг него была расчищена. Странно. Как мы не заметили этого сразу. Так что, похоже, его недавно открывали. Ведь мы туда не полезем, да? Стараясь предпосходить предположение Слави, спросил я. Она лишь грустно посмотрела на меня. Ну вот, еще не хватало и в диггеров играть. Ворчал я, столдом откидывая крышку люка. Конечно, здравый смысл отчаянно кричал, что не стоит этого делать. Но логика, наоборот, подсказывала, что если бы этот мир хотел меня убить, то давно бы сделал это. Хотя, если бы не Славя, то че-то с два я бы туда полез. Вниз на пару метров спускалась ржавая металлическая лестница, упирающаяся в грязный бетонный пол. Я осветил... Я... Све... Свесился в люк и осветил фонаревым достаточно узкий коридор, уходящий куда-то во тьму. И что там? Кажется, я слышал, что под старым лагерем есть бомбоубежище. Эм, бомбоубежище? Но если учитывать время ее постройки, то это вполне логично. И что там Шурик-то забыл? Не знаю. Конечно, может быть, что и не он открывал люк, а то, что его открывали совсем недавно было очевидно. Но кому еще придет в голову туда лезть, как к небезумному изобретателю? Бай. Я забыл. Ой, че-то будильники, ё-моё. Отключить? Отключаем, 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 отключаем. На сегодня. На сегодня. Ну, если откинуть теории с потусторонними силами, то больше людей в этом лесу, то больше людей в этом лесу, да, быть не может. И не должно. Ну, по крайней мере, тогда я думал именно так. Ладно. Я лезу первым. Если все в порядке, ты за мной. А что может быть не в порядке? Испугала Славя больше из вежливости. Эммм. Ну, не знаю. Крыс, например. Боишься, Крыс? Похоже, я за раз спасил. Я глубоко вздохнул и начал спуск. Мы медленно пробирались вперед, держась за руки. В кромешной темноте фонарь помогал не сильно, лишь изредка освещая куски старых газет и валяющийся там и там, тут и там металлолом. Внезапно, начало казаться, что стены и потолок, увитые бесконечными линиями проводов, давят на меня и словно становятся уши. Я разверг руки в стороны, пытаясь измерить ширину прохода. Далеко нам еще? Грустно спросил о Славе. А далеко до чего? Не имею ни малейшего представления. Ладно. И тут же, передо мной, словно из ниоткуда выросла массивная металлическая дверь. Ой. Тихо вскликнула Славе. Я подергал за ручку и она оказалась сначала поддаваться. Готова? Не знаю. Хотя, собственно, к чему надо вообще быть готовым к подобной ситуации? Колесо сделало несколько оборотов и ужасно скрипя при этом, мне наконец замокло. Покрутив же до конца. Я с силой дернул дверь на себя и она нехотя открылась. За ней была какая-то комната, которая оказалась как раз самим бомбоубежищем. Во, постельки, радио, все такое. Открытый шкафчик. Ну, в принципе, так чистенько. Когда мы вошли, внезапно закрылся свет, отчего меня перетернуло. Хотя, вполне возможно, что здесь существуют какие-то источники автономного питания. В то время, когда строили эти катакомбы, все делали на века. Бомбоубежище оказалось именно таким, каким я себе и представлял. Здесь имелось все, чтобы поддерживать длительное существование людей во время войны. В шкафах нашлись костюмы химзащиты, противогазы, сухопайки и кранистов с водой. У дальней стены я заметил множество различных приборов. Измерители давления, радиации, радио и так далее. Однако, создалось впечатление, что им никто никогда не пользуется, что, в общем-то, и неудивительно. Более того, даже не заходил сюда ни разу после постройки. Славя вопросительно посмотрела на меня. Но тут шуйка точно нет. А был? Не знаю, но если был, то не мог же он просто испариться. Я кину помещение взглядом. Еще раз. И слева от себя в стене заметил дверь. Может быть там. Однако дверь не открывалась. А вдруг он запер ее с той стороны? Ну зачем? Не знаю. Однако это вполне возможно, если предположить, что он вообще здесь. По-моему, похоже, что шуйка прятался... Прятался. Может быть, бежал от кого-то. А таких мыслей мне стало не по себе, и захотел самому побыстрее касаться по ту сторону дверей. Я силой надавил, но она лишь глухо скрипнула. Хм. Ну, а вот, может этим? Славя протянула мне фонку. Я повернул ее в руках, прикидывая, как лучше подцепить дверь. Давай попробуем. Напрягшись изо всех сил, мне все же удалось сорвать дверь с петель, и она с глухотом упала на пол. Пока я приходил в себя из чрезмерных усилий, Славя светила фонарем в образовавшийся проход. Там такой же коридор. Да уж, тут прямо целый лабиринт. Идем? Подожди. Я себя на кровать, снял с подушки пыльную наволочку и вытер под солба. Сейчас отдышусь, Славя села рядом, и принялась изучать детали узоров плитки на полу. Ты бы фонар-то пока выключила? А, да. Она немного покраснела, и тут же щелкнул к кнопке выключения. Жуть какая-то. Я помню себя на мысли, что последние полчаса уже не воспринимаю происходящие как реальность. Словно все это не со мной. Все это сон. Как тогда, четыре дня назад? В первую минуту после того, как оказался здесь. Да, наверное, в последнее время я начал свыкаться с этим миром. С этой реальностью, какая она для меня стала. И уже не так, но это где-то в душе необходимость найти выход. А теперь вот опять. Мгновение ока, лес, старый лагерь, бомбоубежище. Во всем этом не было ровным счетом ничего сверхъестественного. Но и нормального. Привычного мне по прошлой жизни было мало. Да, согласилась Славя. А тебе не кажется все это странным? Что именно? Ну, что мы сидим тут вдвоем ночью. Нормально ли в данной ситуации дождаться утра, вызвать милицию? Да, наверное. Сказала она задумчиво. Конечно, я практически сам вызвался. Не стоило. Ну, практически не считается, но все же. Но ведь ты просто хотел помочь. Если Шурик там, то нужно его найти как можно скорее. Такими темпами скорее не мы Шурика найдем, а им потом нас придется искать. Ведь он как-то смог тут заблудиться. Славя погрустнила. Ладно, ладно. Я ничего такого не умею в виду. Может, его там нет, и он давно вернулся в лагерь. Да, может быть. Но проверить стоит. Конечно. Славя встава протянул мне руку. Блин, Славя, ну почему ты такая неразговорчивая? Ну, ё-моё. Вот скажи. Все время разговаривала, говорила, спокойно. Фига. А что у меня такой громкий голос стал, что ли? Фига. Что, самоусиление? Ладно. Блин. Блин. Ой. Прошу прощения. Подобился. Кажись, макарониной. С обеда. Так. Похоже, ей все-таки не было так страшно, как мне. Хотя и я уже стал бояться. И сейчас лишь хотел, чтобы все это побыстрее закончилось. Коридор был действительно точно таким же, как и тот, по которому попали в бомбоубежище. Я шел медленно, тщательно осматривая пол, то и дело, проверяя, не сужаются ли стены. Смотри. Славя крепче, сжала мою руку и показала на пролом посреди туннеля. Достаточно широкий, чтобы в него пролезть или провалиться. Может быть, я пасся вниз, но на дне не было ничего видно, кроме земли. Думаю, стоит проверить. Глубина яма позволяла потом вывоз оттуда. Так что, бояться на первый раз, в первый взгляд, было нечего. Че, нечего? Че, нечего? Там, блин, рельсы. Там рельсы. Ё-моё. Какой? Че, подождите. Яма позволяла потом вывоз оттуда. Рельсы. Ладно, может быть, там не пояс, а какая-нибудь шахта. Ну, всё равно же это высоко. Метра два точно должно быть. Ведь шахта, по сути. Да, вот. Шахта. Я аккуратно спустился и помог Славе. Мы оказались в какой-то шахте. Стены и потолок были укреплены деревянными балками. И вдаль уходили рельсы. Кое-где давящее на эту хлипкую конструкцию земля прорвало прогнившие от старости доски, отчего всё это сооружение не казалось особо надёжным. Как думаешь, где мы? Не знаю, шахта какая-то. Что здесь вообще могли добывать? Может быть, уголь? Ну, может быть. Мы начали медленно продвигаться вперёд. Из-под ног, то и дело, предательские влетали камни. Камни. Свет фонаря, дрожа, прыгал от одной стены к другой. То и дело, влавливая из тьмы бесформенные тени, которые исчезали, стоило посвятить в их сторону. Тут страшнее, чем наверху. Да, пожалуй. Чем дальше мы продвигаемся, тем сильнее крепла во мне уверенность, что Шурику тут просто нечего делать. Не утащил же Антона... Не утащил... Так. Не утащил же его в самом деле какая-то чупакабра. Хотя и этот вариант исключать не стоит. Наконец мы вышли к развилке. И куда нам теперь? Ну, не знаю. Я попытался придать своему голосу хотя бы подобие спокойствия, но в действительности, правда, ничего не знал. Совершенно ничего. Никуда не идти, нигде Шурик, ни зачем мы вообще здесь. А вдруг забудемся? А, да, точно. Давай сделаем пометку, что мы здесь уже были. Я взял в земле довольно большой камень и тщательно выцепил на одном из бровин, держащих потолок крест. Вот. Теперь точно будем знать, что здесь мы уже проходили. Хорошо. Славя улыбнулась. И куда? Да? Напрямо пойдешь, смерть и усыщешь. Но прямо нету. Водя направо пойдешь, богатым будешь. Налево пойдешь, женатым будешь. Так что налево? Ну, я же правильно считаю, да? Налево. Направо пойдешь, богатым будешь. Налево пойдешь, женатым будешь. Или наоборот. Ё-моё. Правая желк, а здесь? Похоже, еще одна рассылка. А, еще одна рассылка? Ну, давайте налево. Так мы точно не забудемся. Мы вышли к некому подобию шахтерского привала. Везде боялись кирки, каски, углу ржавой вагонетка. Все предметы были настолько старыми, что относились скорее к началу века, чем к середине. Получается, это действительно шахта. А значит, тут бродить можно бесконечно. Но я чувствовал, что выход где-то рядом, поэтому мы отправились дальше. Похоже, еще одна рассылка. Ну, если мы дальше идем, то налево. Еще одна рассылка. Налево. Еще одна рассылка. Налево. Еще одна рассылка. Налево. Ага. За четырех оборотов фонарь выхватил из сьмы деревянную дверь. Знаете, есть такое одно правило. Если вы оказались в лабиринте, то нужно идти только в одну сторону. То есть, если вы хотите выбраться, то вы должны только два варианта использовать. Либо идти по правой стороне стены, либо по правой стороне, ну от меня вот право здесь. Либо от левой стороны. Вот представьте, вы оказались тут. И вы идете только вдоль одной стены или вдоль другой. Вы сто процентов потом выберетесь. Ну, то есть, если, конечно, с вами ничего не случится по дороге. Зачем я по обороту фонарь выхватил из сьмы деревянную дверь. Ну, уже хоть что-то. По правде говоря, я так устал бродить по этой шахте, что и думать забыл о шурике. Хотелось просто поскорее найти выход. Но видно, что все открыто. А что там? Вот сейчас и выясним. Ленка, дура, ангелочек, цифра 9. И какой-то овер. За дверь скалась небольшая комната, похожая то ли на подсобку котельной, то ли на одно из помещений в бомбоубежище. Думаю, помещение в бомбоубежище больше похоже. Подсюда валялись пустые бутылки, а стены были расписаны лучшими образчиками русского народного фольклора. Что говорило о том, что здесь до нас уже кто-то бывал. И не раз. Правда, судя по всему, довольно давно. Я войдет в фонарь по комнате, стараясь смотреть все углы, как вдруг... Обнаружил все уже в углу Шурика. Шу... Шуриик! Закричала Славя. Он же, казалось, не обратил на нас никакого внимания. Так вот ты где? Мы тебя всю ночь ищем. Что ты тут вообще забыл? Эээ... Я бы... Странно, странно, что Шуриик такой. Шуриик понял на меня мутные, невидящие глаза. А вы кто? Что значит мы кто? Давай уже вставай и пойдем. Никуда я с вами не пойду. Шурика вновь устарался в темноту. Вы опять хотите меня обмануть? Будете водить куками по подземелью? Будете? Я вас знаю. Он перешел на какой-то дьявольский шепот. Хватит уже нести чушь. Я хотел подойти к нему и помочь подняться, но Славя становится у меня. Он не в себе. Ну и я не в себе. Целую ночь душляться. Любой не в себе будет. Она укразительно покачала головой и медленно, стараясь не выходить из света фонаря, подошла к Шурику. Все в порядке. Это я, Славя. Правда? Шури по столу и тут же тихо заплакал. Конечно. Кто же еще? И Семен со мной. А, блин. Конечно. Кто же еще? И Семен со мной. Мы пришли за тобой. Тебе все в порядке. Вы точно не один? Нет, конечно. Мы это мы. Он пытался встать, но, видимо, потерял ориентацию и был уже готов упасть, если бы Славя не схватил его за руку. Вот так, осторожнее. Когда они подошли ко мне, я сказал. Ладно, пора убирать отсюда. Назад нельзя. Назад ты куда? В шахту? Да. Шури говорил спокойно, но при этом его голос едет заметно дрожал. Почему? Там они. Кто они-то? Голоса. Какие еще голоса? Я уже начинаю вчера терпение. Конечно, это место, это ситуация не были нормальными. Но если бы здесь и водилась какая-то чертовщина, то по всем канонам, канонам фильм ужасов, она давно уже была, должна была показаться. Успокойся, Шурик, и расскажи нам все подробно. Вот сделаю несколько глубоких вдохов и выдохов. И начал. Мне бы нужны были кое-какие детали для робота. И я слышал, что в старом лагере есть бомбоубежище. А в бомбоубежищах обычно много всякой аппаратуры. Она, конечно, старая, но разобрать вполне можно. Катушки, резисторы, всегда найдутся. Вот я с утра пораньше и пошел. Думал, все, быстренько сделаю и к завтраку вернусь. Все, что нужно, я собрал. Он достал из кармана, показал нам какие-то лампочки и проводочки. Ха. Но потом из дырья, там я уехал в бомбоубежище. Там я уехал в бомбоубежище, услышал какие-то звуки. То ли стоны, то ли плачь. Сначала стало страшно, но потом я подумал. А вдруг человек опасный, пошел. А тут вот шахта, лабиринт этот, что там. Я совсем заблудился. И голоса, голоса, повсюду что-то говорят мне. То кричат, то шепчут. А я никак разобрать не могу. Он уже был готов разглядаться. Но Славя нежно погладил его по голове. И Шурик продолжил. В общем, нашел я эту комнату. Тут хотя бы не слышно их. Решил сидеть и ждать, пока... А, я решил сидеть и ждать, пока тебя не спасут. Как в фильмах уровня Б. Саркотически спасил я. Славя бросил на меня гневный взгляд. Но в любом случае, пора убираться сюда. Если никто не против, конечно. Ну, пойдемте, я знаю, короткий путь. Короткий? Да, я же тут же все исходил. А, ну ладно. Шурик не соврал. Действительно, поплутав по шахте всего пару минут, мы оказались возле решетки, за которой виднелось небо. И почему же ты не выбросил тогда сам? А, ну а ты попробуй. Я подтянулся и сильно наделал решетку несколько раз. И правда, так просто не сломать. Нужно что-то тяжелое. Я поставил вниз со славью и Шурика. Может фонарем? Фонарем. Я покрутил его в руках. Да, это была не китайская поделка 90-х годов, в коих у меня в свое время множество валялось на даче. А настоящий, советский, добротно сделанный металлический фонарь. Конечно, не молоток, но при должном усердии я размахнулся и начал долбить по решетке в тех местах, где она крепилась к стене. Вскоре мне повезло. Послышался треск, и на землю полетели болты, удерживающие ее. Через минуту я уже валялся на траве возле памятника и наслаждением вздыхал свежим ночным воздухом. Хотя после шахты мне бы любой воздух показался свежим. Ну ладно, я пойду. Спасибо вам. Шурик выглядел несколько растерянным. Я некоторое время оценившись смотрел на него, но в итоге ничего не сказал, лишь слабо махнул рукой на прощание. В конце концов, не было ни сил, ни желания с ним разговаривать. Да и что сказать. Ругать его сейчас бесполезно. Пытаться что-то узнать, наверное, тоже. Ну и ночка. Слава сидела рядом и мечтательно смотрела на луну. Да уж, если бы мне кто-то еще неделю назад сказал, что я попаду в пионерлагерь, да и еще придется лазать по бомбежищам, это весело. В каком-то смысле. Действительно, что-то забавное в этом во всем было. Но было и странное. За последние несколько часов со мной могло произойти все что угодно, но в итоге не случилось ничего. Возможно, через пару лет я буду вспоминать это лишь как смешной случай из детства. Если доживу. Как думаешь, он правда там что-то слышал? Не знаю. Возможно, конечно, но, скорее всего, ему просто показалось. В такой ситуации любой может померещиться. Это было не только самое личное объяснение, но и самое правильное. Ведь с нами-то не существует ничего. А я вот думаю, ему стоит психиатру показаться. Наверное. Славя рассмеялась. Ну ладно, пора спать. Ага. Я чувствовал, что надо что-то сказать Славе. Не был уверен, хочу ли я, но необходимость ощущал. Спасибо тебе. За что? Она недоуменно поставила на меня. Без тебя я бы не справился. Да ничего. Славя покоснил. Я был у нее в долгу. Опять. Интересно, как хотя бы частично оплатить ей за все, что она для меня сделала? Я после ночного неба медленно погружался с сон. Все приключения сегодняшнего дня настолько меня утомили, что сил больше не оставалось. Знаешь же, при других обстоятельствах я бы обязательно признался тебе в любви. Сказал, я теряю контакт с реальностью. Мысль обычно работает куда быстрее, чем здравый смысл. Но Слави рядом со мной уже не было. Может, она и к лучшему хотя бы не слышала. Хотя странно, почему она ушла, не попрощавшись. Ну ладно, утро вечером утреннее. Я так устал, что еле добался домика вожатой. Однако в ротне горел свет. Это значит, что она меня ждет. А вот это, в свою очередь, значит, что мне опять предстоит послушать наручения. И сейчас уж точно ничего не обосновано. Выяснять, прав я или нет, не было никакого желания. Шезлонг, стоящий рядом, приветливо манил, словно предлагая поспать на нем, забыв про шахту Шурика вожатую. О! А вот и вы. Отрошенно бросил я, продолжая смотреть на заветный шезлонг. Семен! Да? Мы нашли Шурика, потом если вам расскажет завтра Славе. А сейчас мне очень бы хотелось поспать. Она в секунду не понимающейся встала, но я потом сказала. Ну ладно уж. Не знаю уж, сыграло ли свою роль упоминание Славе, но через полминуты я уже лежал в кровати. В голове еще некоторое время крутились мысли о сегодняшних событиях. Но вскоре она начала болеть. И сознание, словно включив в безопасный режим, ушло на перезагрузку. Чпоньк. Пятый день. Я помню. Да, пятый день. О-о-о-о! Мы бежали. Бежали из последних сил. Так бежит человек, отчаянно цепляющийся за жизнь. Обреченный человек, который знает, что ему не спастись, но все равно борется с неизбежным судьбой я судом закрыл за собой тяжелую метрическую дверь не знаю сколько глубоко это убежище и способны ли но выдержать ядерный взрыв но сейчас там больше негде спастись она крепко сжал мою руку не бойся с потолка сыпался сыпалась штукатурка стены тряслись я приготовился к худшему хотя смерть это такая вещь которая никогда нельзя быть готовым но вдруг наступила полная тишина которая словно звенела в ушах пугая еще больше чем взрывы бомб пора прощаться наверное она слипывал я хотел ее хоть как-то утешить но понимал что ничего сделать не смогу да знаешь я ужасный грохот барабаны пиртолки словно разорвались кажется мне придавило рухнувшим потолком но более не почувствовал и лишь хотелось не отпускать ее руку типа страшный сон да надеюсь что так о мы проснулись я проснулся холодно поту задыхаясь жадно ловят том воздух в себя прийти удалось не сразу это сон всего лишь сон однако в это отказывался отказывался верить мой воспаленный мозг но что-то за девочка была со мной там так хотелось не отпускать ее руку к сожалению вспомнить кто она так и не получилось часы показывали начало одиннадцатого то есть завтрак мы пропустить да я постепенно отходил от осна и реально все увереннее заявляла свои права на мое сознание в животе предательские заворчала война войной а обед по расписанию ольги дмитрины в домике не оказалось видимо она решила не будить меня что ж спасибо вожатый за это после вчерашних приключений отдых был мне необходим прошедшая ночь осталось осталось лишь размытым воспоминанием думать о котором не очень-то и хотелось куда важнее сейчас найду найти еду и помыться точно ведь пионер должен быть всегда чист и опрятен впрочем с этим тезисом я бы согласился и не будучи пионером которым я в общем-то и не являлся по дороге к умывальнику мне встретиться электроник он замахал руками помешал в мою сторону доброе утро спасибо тебе что нашел шурика без него я бы даже не знаю да ничего я несколько смутился не не правда не нужно лишней скромности страна должна знать своих героев а как шурик как он с утра себя вёл то с ним все порядке помятуя о его вчерашнем помешательстве я посчитал этот вопрос вполне уместно да вполне разве что ничего не помнит а вот как я совсем не удивился но он говорит что вчера вошел старый лагерь а потом проснул утром своей кровати то есть между этими событиями провал понятно ладно тогда тебя же на завтоки не было заходи к нам кружок мы тебя покормим электроник заковырочески улыбнулся спаи спасибо зайду под наверное сначала все равно надо было умыться ждем он помахал мне рукой и направился по своим делам возле умывальников никого не было вода сегодня оказалась на удивление теплой наверное нагрелась уже умыв лицо я понял что основное тело ползнуть здесь будет не так просто может быть стоило пойти в душевую впрочем если рядом никого я выверну кран так что струя воды била под прямым углом и начала и начал раздеваться а если кто-то увидит а пофиг ладно быстренько ополоснусь вытрусь оденусь кто-то обязательно увидит это должно будет случиться вода которая оказалась нормально для рук лица холодом обжигал основное тело процесс купания занял меня не более десяти секунд после чего я начал энергично вытираться но закончили мне так и не довольны со стороны тропинки послышались голоса решение пришло в долю секунду я скатил свои вещи и бросился в кусты через гравенье возле умывальника появились алиса и ульяна сама мама соба а при соба сама сама бы могла зачем меня сюда притащила ну что ну что тебе жалко ладно давай я присмотрелся заметил что они обе все перепачканы красной краской 4 и столько ульяна вот так номер и откуда алиса включила воду и начала растирать спину ульяна с ними лифчик а если кто увидит а если на что смотреть усмехнулась она ладно только побыстрее стоп дождите я же контендер засух есть включить я же включил его так 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 должно быть так все вот так да ладно смотрите особо и падали было особо ни на что я же нормальный включил нормальный как бы то странно я включил контент для взрослых ё-моё я включал его правда может я опять что-то пропустил да ё-моё ладно смотрите правда было особо ни на что но даже при этом я пристально устроился на девочек жаль что они обе стояли ко мне спиной через минуту алисе удалось помыть смыть всю краску все спасибо не за что лениво ответил одесса слушай а дай мне примерить она показала на лифчик алиса да он тебе не пойдет но интересно же да и тут тут же никого я правда не да ульяна поставил мою сторону и лука улыбнулась я был абсолютно уверен что она не могла меня заметить в тех кустах но так хватит глупости ульянка не стала дослушать а вместо этого ловки движением сорвала соли сливчик вот теперь надо признаться было на что посмотреть а все равно цензура есть как бы не крути я зато и в дыхании наблюдая как две девочки гоняются друг за другом вокруг умывальников алиса закрыла грудь руками так что рассмотреть что-то было проблематично я подался вперед и споткнулся камень выбрали свой с кусков алиса ульяна застали как опытный усаживший на меня я же знал о том лица покрылся свою ноготу немая сцена продолжалась несколько секунд затем алиса схватил рубашку и явление ока кое-как наберли ее на себя ты ты ее лицо из красного стало фиолетовым казалось что сейчас это взорвется как ядерная бомба если что мне хотелось тогда это распаться на атомы и улететь подальше от эпицентра он все время это сидел значит все же заметила ты ты ну а я да я случайно если ты понимаешь о чем я алиса бросилась на меня а я же прикрывая однако и зато другое держа свою одежду просился в лес тогда мне показалось лучше решение не появляться же голым днем после лагеря да еще с эскортом из двух лежащих девочек бежал я не оглядываясь а куда я убежал даже до чего добежал ел мы узнаем в следующей части собака дей подписывайтесь ставьте лайки все пока до скорой встречи